МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каким проектам дали старт муниципалитете и как бизнесменов поддержали в правительстве региона, узнаем прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фермерское дело Сергей Назаров начал осваивать 6 лет назад. И сейчас уже пожинает хорошие плоды в прямом и переносном смысле. В обороте более 800 гектаров земли. На полях выращивают пшеницу, ячмень, картофель, горох и овес. АлатРский фермер делает ставку только на элитные семена и всегда получает большой урожай. Даже этим летом после обильных дождей высота колосьев достигла человеческого роста. Погода, может быть, да, в чем-то и повредила. Но сейчас вроде все нормализовалось. Колос хороший. Идет уже к созреванию. Мы, может быть, дней через неделю, через 6 дней выйдем на уборку. А зимы планируем достойный урожай. Даже, может быть, в какой-то степени гораздо больше, чем будет в 2016 году. В целом у меня где-то будет 450. А зимой клин уборки, это зимая пшеница. Ну, потом уже будет. Буду смотреть по зрелости. 300 гектаров са, где-то 300 ячменя. И где-то уже там какой-то клин остается у меня уже. Может, около 200 яровой пшеницы. В хозяйстве не только засевают поля. Недавно аграрии начали заниматься и животноводством. На ферме завели породистых рысаков, овец и коров гирефордов. В республике их разводят единицы. У нас есть определенные, будут заказы в мегаполисы. Ну, может быть, Нижний, Москва. У нас много площадей, много полей. Будем заниматься животноводством. Привлекать, пытаться инвестиции. Это же самое главное, первое, что занятость населения. Новые трудовые места. Здесь чем можно заняться? Ну, сельским хозяйством. Ну, лесная промышленность. Ну, вот, выбрал заниматься сельским хозяйством. Со стороны республики, правительства. Михаила Васильевича, Сергея Геннадьевича, министра. Идет поддержка. Во всем никаких, как бы, это идут субсидии. По малым, по гектарам по земле, по несвязанной поддержке. Сейчас есть хорошие программы по семенам, по элитным. Гирефорды – особенная порода. Именно из этих коров получают браморное мясо, которое закупают элитные рестораны. Сергей Назаров уверен, что животноводческое дело принесет большую прибыль. В перспективе он намерен возвести новую ферму. Никогда не было никаких у нас просрочек. Все по первому этому. Как говорится, надо, допустим, какую-то сумму брали. Всегда возвращали. Ребята работают очень отлично. На ГСМ брал я кредит. На покупку нового трактора брал кредит. Потом на покупку пилорамы брал. Эта поддержка просто необходимая. Хозяйству помогают развиваться и микрозаймы. Кредиты под выгодные проценты аграриям предоставляют в агентстве по поддержке малого бизнеса. На эти средства фермер приобрел семена, ГСМ и технику. Предпринимателям выгодно и удобно наши условия. И многие из них обращаются к нам не впервые. Также есть и те, которые обращаются первый раз и становятся благополучно нашими постоянными клиентами. В агентстве говорят, что микрозаймы реально помогают бизнесменам. Только в «АллатРе» благодаря выгодным кредитам были реализованы сотни проектов. Фитнес-клуб «Империя силы». Вновь организованы предприятия, которые поддержали в качестве поддержки, опять же, как более долго работающая клиника, зубная клиника доктора Волкова. Они организовали фитнес-клуб. И до сих пор молодежь, подростки и даже люди пенсионного возраста ходят к ним заниматься. А предприниматель Мария Балаева открыла деревообрабатывающий комбинат. Начали с одной пилорамы. Сейчас у нас три цеха, техника. Хотим расширить, хотим купить новый цех и еще трактор один. Эту технику предприниматели приобрели на микрозаймы от агентства по поддержке малого бизнеса. При заготовке леса она незаменима. Специальная гидравлика помогает валить деревья на корню и облегчает в разы транспортировку стволов до пилорамы. Облегчает трелевку, хлыста, заготовку и трактор помощный. Цехи и стволов производят доски и брусья. Материалы реализуют по всей республике. В перспективе предприниматели планируют наладить поставки за пределы региона. Свой бизнес супруги называют успешным, но необходимо двигаться вперед. В ближайшие годы здесь оборудуют цеха по глубокой переработке древесины. Планы развиваться дальше, перейти на глубокую переработку. Что-то там вагонку делать или брус для домов. Тысячу-две тысячи кубометров перерабатываем за год. Дома, там крыши, да, где-то же крыши переделывают. Дома, дворы. Вот строят из нашей продукции. Объем продаж большой? В сезон, да. Объем продаж большой сезон. С мая где-то по октябрь. Как бы всю продукцию, то, что за год производим, реализовываем за этот период времени. У нас покупает организация. Население также берет, но в более-менее меньшем количестве. Но развивать свой бизнес без кредитов сейчас сложно, говорят предприниматели. В региональном АПМБ бизнесу предоставляют эффективную помощь. Микрозаймы под столь низкие проценты банки предложить не могут. Город АлатРемонт и Горд, поэтому представителям вида отраслей как производства мы представляем займы на более выгодных условиях. На сегодняшний день с займ сроком до одного года они могут получить всего лишь под 8% годовых. Могут обратиться любые сферы, кроме тех, которые занимаются производством реализации подакцизных товаров. В вопросах развития малого бизнеса агентство выступает проводником правительства. Обратиться за поддержкой могут даже начинающие предприниматели. Единственное дополнительное условие, которое ни в коем мере не дает право думать о том, что мы не выдаем кредиты вновь организованным предприятиям, они могут к нам обратиться с первого дня своего создания. Единственное дополнительное условие – это поручительство ИП либо ООО, которое отработали на рынке более чем 6 месяцев. Максимальная сумма займа – 3 миллиона. На срок до 3 лет. За последнее время спрос на микрофинансы для малого бизнеса вырос в разы. Только с начала этого года в районном филиале агентства выдали более 40 кредитов на общую сумму – 20 миллионов. Это была программа «Экономика в деталях». Мы продолжим следить за актуальными новостями отрасля. До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин